Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить Гарри Поттер и Философский Камень на PS1. Так, ладно. В прошу серии я тренировался играть в этот, как его, Квидвич? Квидвич. Так, и я получил золотые крылья. Я так понимаю, что если сейчас я снова туда отправлюсь на обучение, и пройду обучение, то, что она там от меня требует, я получу золотые крылья. И, возможно, они еще и очки дадут. Для факультета Гриффердора. Бронзовые? А можно золотые? Ё-моё, можно золотые. Это упрямо вообще долго будет. Ну, давайте попробуем. Внимание! Три, два, один! Наверное, надо во все кольца пролететь. Короче, если сейчас не получится, а у меня, скорее всего, не получится, мы потом отдельно будем отдыхать. Ай! Так, он всегда летит по одной и той же траектории, а значит, мы можем, короче, заучить эту траекторию. Ай, блин, все. Золото мне не видать. Внимание! Да ё-моё! Золото мне не видать. Я был близок вообще-то в прошлый раз. Вот, я опять слишком лиш... Иинцы. Эээээ, Блин. Прекрасно, за свои успехи ты получаешь золотые крылья. Короче, мне нельзя просто пропускать эти. Я понял. Может, хочешь попробовать ещё? Да. Пролети через 10 колец, созданных золотым снитчем. Внимание, 3, 2, 1... Не, слушай, не-не-не, я уже не хочу это. Я думал, ты мне предложишь другое, которое я там серебро-крылья получал. Короче, суть заключается в том, что мне просто нельзя кольца пропускать. У меня ещё было предположение, что мне его надо очень быстро поймать. Прекрасно, золотые крылья. Ты подаёшь большие надежды, Гарри. Так, следующее давай испытание. Может, хочешь попробовать ещё? Не-не-не-не. Пора перейти к твоему второму уроку. Похоже, у тебя получается преследовать снитч. Теперь посмотрим, удастся ли тебе его поймать. Теперь пролети через 20... Вижу, на этом курсе тебе удалось получить серебряные крылья. Может, попытаешься получить золотые? Да-да-да, давай ещё раз. На счёт. Три... Всё оказывается намного легче, чем я думал. Просто нельзя пропускать кольца. Так, чуть-чуть осталось. Отлично! Отлично! Так. Прекрасно! За свои успехи ты получаешь золотые крылья. И по 10 очков этого Гриффиндору дают. Может, хочешь попробовать... В матче по Квигичу команда следопыту, которая удается поймать... Часто это приводит к тому, что... А теперь посмотрим, удастся ли тебе поймать снитч, соревнуясь с другим следопытом. Давай посмотрим. Мне самое главное прилететь во все кольца, и всё, и не важно. Вижу, на этом курсе тебе удалось получить серебряные крылья. Может, попытаешься получить золотые... Давай-давай. Приготовься... Три... Два... Один! И... Он толкаться будет? Ну, в принципе, не важно. Самое главное прилетать в кольца. Это я взял, или он? И Catalunya же ушел. Он получает penalty... Не пытается. Это плохо. Просто непосредственно. Я сходу не могла. Не пытаюсь... Я не знаю, как я хотел. Нет, я не могу. Не знаю. Я не могу. Не могу. Я не могу. Я не могу. Он специально намеренно отстаёт от меня. Отлично. Прекрасно. За свои успехи ты получаешь золотые крылья. Отлично. Может, хочешь попробовать ещё? Не-не-не, всё-всё-всё. Ты можешь идти, Поттер. Двери класса квиддич всегда открыты для тебя. Мне здесь больше нечего делать. У меня тут везде золото. Я научился играть в квиддич. Хотя, правильнее сказать, я научился ловить мяч. Ну, смотрите, я по-прежнему могу вернуться назад. Нужно ли оно мне? Не знаю. Давайте посмотрим. Ничего нового, скорее всего, не появится. С возвращением, Поттер. Теперь мы начнём обучение. Так как это твой первый урок, попрактикуйся. Пролети через десять колец. Прекрасно. Вижу, что на этом курсе ты получил золотые крылья. Может, хочешь попробовать ещё раз? Нет. Пора перейти. Похоже, у тебя... Теперь пролети через... Прекрасно. Вижу, что на этом курсе ты получил золотые... В матче по квиддичу команда следопыт... Часто. А теперь посмотрим, удастся ли тебе поймать с ничь, соревнуясь с другим следопытом. Прекрасно. Вижу, что на этом курсе ты получил золотые крылья. Может, хочешь попробовать ищ... Ладно, всё, уходим отсюда. Я везде золотые крылья получил, и за каждые золотые крылья мне дают по десять очков моему факультету. Есть один вопрос. Можно ли как-то ещё заработать очки факультета? Может быть, я уже что-то пропустил? Так, а могу ли я бабочку подстрелить? Так, бабочек не подстреливаются. Так, и ловить их тоже нельзя. Так, ну ладно, пойдём дальше. Так, здесь у нас... Ничего скрытого вроде как нету. О, ребята, снова вы. Тебе нужен пароль для этого портрета, Гарри. Найди нам синие ароматные бобы. Но будь осторожен, по замку бродит много странных существ. Кстати, знаете что? Я, в общем-то, в прошлой серии, как бы, забыл использовать пароль. Я так и пароли не использовал. Так, интересно, что мне дадут за этот пароль? Карточку коллекционную. О, потайной ход. Скрытая комната. Так, сейчас посмотрим. О, это же этот, метла... Как там его? Легендарная метла, не помню как её. Нимбус 2000 вроде. Да, это Нимбус 2000. Хотя, на самом деле, ему просто её кто-то подарил. Нимбус 2000. Качественная метла. Лёгкая и быстрая. Я получил метл... Вот, мне было надо было сначала метлу взять, а потом уже тренироваться... Этот, сничьи ловить. Так, у меня два этих... О, кстати, метла здесь отмечается. Что означают вот эти вот светящие звёздочки? Что они мне дают? Так, 100 очков факультета Гриффиндор. Три коллекционные карточки. Тучка. Слушайте, а там что-то под метлой тоже как будто что-то есть. Может быть и над метлой что-то есть, но там слишком темно, чтобы это разглядеть. Там что-то на меч, что ли, похоже. А, подождите, а меч... А в какой серии он меч достал? Из шляпы Гриффиндора. Точно не в... А! В тайной комнате. Когда со змеем, вроде, сражался, он достал меч. Нет, это точно не в первой части. А, здесь вообще не видно меч. Ну ладно. Так, метла у меня есть. Хотя на самом деле ему совак в качестве подарка принесла. Я точно не уверен, но, скорее всего, это кто-то из... Из Хогвартса. Учителей каких-то ему подарили. Либо профессор МакДонагал, либо Альбус. Ты уже нашел синие ароматные бобы? Ты уже нашел синие ароматные бобы? И как же мне тебе помочь? Ты сможешь найти котенка на дне этого колодца? Ты хочешь, чтобы я сплотился на этот колодец? А как мне? Мой котенок все еще там. Ты его слышишь? Ну, типа, да. А как он туда вообще попал? Что ты такого натворил, что он туда вниз упал? Ну-ка, ща попробуем. Ща мы разломаем решетку, и ты упадешь вниз к нему. И ты сам сможешь найти своего котенка. Ладно. Не сможешь. Слушай, дружище, я не знаю, как тебе помочь. Я бы тебе помог, но тут ничего не происходит. Ладно. Удачи! С поиском своих котят. У меня был повскен, но Фред и Джордж использовали его для своего обучения. Ну, что такое? Колобок. Они очень дружелюбные, но весьма прожорливые. Хагрид. Хагрид. Это вы прожорливые? Что ты мне хочешь? О, жаба. Нужно ли ее есть? Мне что-то надо с ним сделать, что ли? Прожорливые. Может, мне их как-то накормить надо? Понятно. О, они бобы дают. Отлично. Слушайте, я тут кое-что нашел. Скрытую дверь, скорее всего. Что-то слишком выделяется вот эта вот стенка. Это не повскен, это эти колобки. Пакман. Слушай, давай я тебя еще покормлю. Мне его как-то надо сюда заманить, что ли? Слушай, дружище. А ну иди сюда. А ну иди сюда. А, я понял, как его приманивать. О, так это трава ядовитая. Это трава ядовитая, но зато он перерабатывает ее в этот, в бобы. Не знаю, что делают Джордж и Фред с этими бобами. Надеюсь, что они их не едят. Потому что если они узнают, откуда эти бобы взялись, то, мне кажется, они не обрадуются этому. Давай, иди сюда. Да ты задал... Их, короче, надо вот так вот приманивать, я так понял. Тут еще есть трава, которую ты должен съесть. Пошли. Он за мной следует или как? Да ты задолбал, иди сюда. Неужели увидел он эту траву? Давай. 14 штук. 15. Слушайте, а мне их надо вроде 60 штук найти. 7 даже. 7 штук надо их найти. Так, тут все, тут фиг. Ну ладно, все. Ты выполнил свое предназначение. Можешь развлекаться здесь дальше. Не знаю, что ты здесь будешь делать. А, кстати... А я выпил уже зелье. Да, действительно, это потайная дверь. Но здесь она сейчас явно выделяется. Привет, Гарри! Собери все бобы Берки-ботта, но остерегайся скачущих лукащих луковиц. Так ты можешь потерять бобы. Так, сколько там бобов? 13 штук еще. Кстати, эти бобы какие-то розовые. Ай, блин! Это был последний боб. Да вы... Да вы издеваетесь. Да чтоб тебе, они еще и далеко разлетаются все? Да хватит! Отлично. Хорошо, Гарри, ты собрал все бобы Берки-ботта. Берки-ботта, за это ты получаешь карточку известных ведьм и магов. Еще одна коллекционная карточка. У меня уже 4 штуки. Дервинг Шиплинг. Давай посмотрим. Кстати, там показывают в меню, сколько я карточек набрал. Надо сейчас будет в меню заглянуть. Дервинг Шиплинг, 1912. Съел наспорт целого ядовитого кентакула и выжил. Хотя и стал фиолетовым. А, да, кстати, по поводу этого. Короче, я ранее говорил, что Гарри Поттер стал знаменитым просто потому, что выжил. В общем-то, короче, если судить по Хогвартсу, то это действительно достижение выжить в этом Хогвартсе. Судя по тому, что там бегают крысы, пауки, ядовитые улитки, спятившие доспехи. А, вот ты где. Надеюсь, тебе понравилось в классе трав. Гарри, ты можешь найти мне семена огня с редкого растения в лесу. Оно растет прямо за воротами горгулии. Сейчас там происходит что-то странное. Будь осторожен, Гарри. Так, хорошо. Какие-то семена огня надо найти. Так, можно сохраниться. Так. Дома к Хагриду я попасть не могу. Так. Лягушка. Кстати, о! Не понял, там что-то прыгает странное. Тут еще одна лягушка вроде была. Надо ее съесть сразу. Потому что у меня здоровья мало. Так. Ты нашел эти семена огня? Нет? Тогда я буду ждать тебя. Слушай, найди сам эти семена. Ладно, иди, удачи тебе. Удачи тебе, Гарри. Слушай, а почему бы тебе самому не найти эти семена? Откуда мне знать, где их искать? Ты тут как бы живешь в этом лесу. Резиска? Убирайся прочь, Гарри. Там находится огромный монстр. Да? А я тогда пойду в другую сторону. Так, они... Эти монстры превращаются в бобы. Отлично. Пойдем налево пока что. Так, портрет. О, привет. Ты ученик Гриффиндора, не так ли? Рад с тобой познакомиться. Если хочешь пройти дальше, надо знать пароль. Узнав его, приходи ко мне, я пропущу тебя. Я еще ненадолго останусь здесь. Удачи тебе, юный Гриффиндор. Ну, юный Гриффиндор тоже как-то неправильно привели. Гриффиндорец. А, так ты еще не знаешь мой пароль? Тогда уходи. А, так... Ладно, все, пошел отсюда. Так, потайной ход? Действительно потайной ход. Только не говорите, что мне опять эти бобы надо будет сыграть. Собери все бобы, Берки-ботто, но сперегайся скачущих луковиц. Так ты можешь потерять бобы. Да е-мое. Ничего себе. Они, в общем, по какому-то паттерну двигаются. Они наискосы. Они по диагонали двигаются. Отпрыгивают от стен и идут дальше. Хорошо, Гарри, ты собрал все бобы, Берки-ботто. За это ты получаешь карточку известных ведьм и магов. Ну, хорошо. Да, конечно же, пос... А, он, блин, не озвучил карту. Ну, ладно, он сейчас сорно ее озвучит. Как эта карта наз... Ну, что это за маг такой? Ньют Скамандер, 1897. Известный автор книги «Чудесные существа и где их найти». Ну, кстати, фильм я не смотрел. Последние... Мне-то последние фильмы Гарри Поттера не понравились, а они какие-то, как сказать... Уже не такие. Проседают в интересе. Очень сильно проседают. А тем более, и другие фильмы по этой вселенной мне как бы не интересны. Так, значит, здесь все, тупик. Нам придется бежать к монстру, да? Так, слушайте, а тут я точно вижу одну секретную дверь, а вот вторая, и насчет пол... Второй я не уверен. Это тоже секретно. Две секретные двери рядом. Тут бобы. Слушайте, там сверху что-то летает. А как мне это достать? Подстрелить? Действительно. Это еще одна коллекционная карточка. Не слишком ли близко к друг другу находятся коллекционные карточки последние? Я... Я три штуки. Прямо практически близко. Две прямо вообще рядом стояли. Ну, а третья, она немного подальше, но опять-таки тоже близко находится. К этой карточке. Кстати, сколько всего карточек? 90? Дата рождения неизвестна. И изгнан из своего дома маглами. Предполагается, что Хенгист поселился в Шотландии. Именно там он основал поселок Хоксмит. Считается, что гостиница Три Метлы является старым домом Хенгиста. Так, ладно, уходим. Так, прикол в том, что... 90 штук мне надо найти этих карточек? Или номера ничего не значат? 6 из 17. Всего 17 надо найти. Так, идем в эту сторону. С той стороны мы пришли. Так, жаба. И еще какой-то... А, смотрите-ка. Я понял прикол. Через одну заходим, через другую выходим. Зашел и вышел. Приключение всего на 5 минут. Так, на второй сейф Шотланд сохранится. Ладно, давайте на первый. Надеюсь, он не повредится. Хотя, с другой стороны у меня есть... И вот под такие вот сейвы у эмулятора. Они друг друга, короче, страхуют. Если у меня вдруг сломается карта, я не смогу загрузиться. Я загружусь с помощью сейва эмулятора. Если сейвы у эмулятора не загрузится. Это босс, типа? Прям Dark Souls на минималках. Кстати, это же статуя. Статуя, которая ожила. И там сверху кто-то стоял. Я, кажется, знаю. Ничего себе! Как так? Получилось, что она ожила. Вингардиум Ливиоза! Не понял? А что нужно что-то делать-то вообще? Короче, надо ждать, пока он к нам близким не подлетит. И потом уже стрелять. Так, хорошо, он упал. А что нам надо делать? Вингардиум Ливиоза! Понятно. О, так он еще и нам бабы дал. Так, это первая битва с боссом. Отлично. А, нет, это вторая битва с боссом. Первым был Dragon Malfoy. Так, ну, думаю, на этом мы, наверное, завершим серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова